Новости на телеканале Хабар. В студии работает Сергей Гергель. Сурдоперевод обеспечивает Хасан Исраилов. Здравствуйте и коротко о главном. Грядут перемены. Без кардинальных решений в экономике не обойтись. Токаев анонсировал повестку послания народу Казахстана. Поиски завершены. Цело пропавшего туриста найдено в горах Алматы. Все подробности через несколько минут. И Абай-челлендж. Димаш Кудайберген запустил акцию ко дню рождения великого мыслителя. Что необходимо, чтобы бросить вызов знаменитому певцу? Ну а теперь об этом и многом другом, но более подробно. Касым Жумар Токаев находится с рабочей поездкой в Павлодарской области. Первым делом президент проверил ремонтные работы на Экибастузской ТЭЦ, а также встретился с жителями города. О проводимой работе Токаева читались первый заместитель премьер-министра Роман Скляр и Аким области Асаин Байханов. Какие задачи поставлены перед ответственными лицами и какие вопросы поднимает глава государства в своем новом послании народу, которое будет оглашено уже в сентябре, знает Назамголь Кусым Кумыспаева. Экибастуз. Город, жители которого выжили, не побоюсь этого слова, прошлой зимой. В ночь на 27 ноября из-за аварии на местной ТЭЦ и множество порывов на тепломагистралях шахтерский город с населением 150 тысяч человек остался без теплоснабжения в 30 градусные морозы. Тогда, чтобы по артериям города пошло тепло, ремонтно-восстановительные бригады почти три недели работали круглосуточно. Теперь в таком же режиме бригады в составе 470 человек работают на Экибастузской ТЭЦ. Сегодня глава государства, прибыв в Павлодарскую область, направился в первую очередь проверить, как там идут ремонтные работы. Поставка запасных частей идет строго с графиком и отклонений от реализации запланированных планов нет. Вся эта огромная конструкция котлы, от которой зависит, будет ли это зимой у кибастовцев дома тепло. Вообще в ТЭЦ и Кибастуза всего 10 котлов водогрейные и паровые. Два из них уже отремонтировали, говорят на ТЭЦ. Остальные обещают отремонтировать до конца октября. Для этого бригады работают в две смены. Работа идет в круглосуточном режиме, а значит не прекращается ни на минуту. Сами работники не понаслышке знают, каково это остаться без тепла в мороз, поэтому выкладываются на 100%. Как думаете, успеем в зиме? Конечно, дети у нас дома. По-любому надо успеть. Вы сами из Кибастуза? Да, да. По плану все идет? Все по плану идет. Вот один остался, монтаж. А в зиме успеем? Да, успеем. Вы сами откуда? Из Кибастуза. В Астрополю материал поднимаю, там, груза. Работаю краном. Ну какие-то проблемы может есть, что-то не довозят, не привозят? Нет, все доставляют, материал новый полностью, все делаем, работаем, все предоставляем, все вовремя. Осматривая ТЭЦ, глава государства отметил, что работы по ремонту нужно держать на контроле и ни в коем случае не допустить подобного ни в самом Кибастузе, ни в другом городе. Ситуация серьезная. Износ очень большой. Надо системно заниматься этим вопросом. И постоянно держать пользу. То, что произошло в прошлой зимой, конечно, ни в коем случае повторяться не может. Ни в этом городе, ни в других городах. Ответственность правительства и всех окемов. Тяжелый урок на изглете из всего, что случилось. В целом ответственные за восстановление ТЭЦ говорят, что ремонт уже завершен на 60%. По результатам гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных сетей устранены 304 повреждения. И проведена замена 62 километров трубопровода. За счет средств резервоправительства ведется реконструкция более 5 километров тепломагистралей. Поскольку ТЭЦ состоит в наборе оборудования из 10 котлов, 5 котлов мы приняли в государственную собственность, выделили на их ремонт из резерва правительства 7,4 миллиарда тенге. Это полная сумма, которая необходима для полного капитального ремонта данного оборудования, чтобы оно работало в отопительный период с КПД порядка 90%. Что касается тепловых сетей, о каким области доложил Экибастузский, все необходимые средства, которые были необходимы в данном случае, мы выделили на полную замену 5,5 километров тепловых сетей. Это 9 миллиардов тенге. Такой масштабной реконструкции в Экибастузе никогда не проводили. Мы абсолютно убеждены, уверены в том, что мы войдем в отопительный период с полной готовностью. Новая экономическая модель должна дать стране серьезный импульс экономическому развитию. Так считает президент. Раскритиковав работу отечественных экономистов и назвав ее недоработанной и некреативной, глава государства анонсировал свое предстоящее послание народу Казахстана, которое будет оглашено в сентябре. Там он изложит свое видение. Задача правительства состоит в том, чтобы дать соответствующие предложения. Это во-первых. И во-вторых, дать соответствующую гарантию реализации планов, которые будут подготовлены в соответствии с этим предложением. Но не буду скрывать, что я лично думаю над тем, как подойти к разработке и подготовке новой экономической модели. Народ ждет от нас конкретных решений, поскольку нужно решать вопросы насущные, обеспечением достойного уровня жизни и нацеления нашего народа, напрямую связано с тем, как мы видим, концептуально видим, внешнее развитие экономики страны. Здесь без соответствующих кардинальных решений не обойтись. Глава государства также встретился с жителями Кибастуза. Он еще раз выразил благодарность за их терпение и гражданскую активность при ликвидации впоследствии стихии. Я специально приехал в Кибастуз, чтобы посмотреть на ситуацию. Прошлая зима была не из легких. Я все видел, я все понимаю. Мы должны быть едины, как один народ, одна страна. Жители города проявили терпение и выстояли в этой сложной ситуации. Поэтому я благодарен всем вам. Перед правительством были поставлены необходимые задачи, были выделены средства. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Жители поблагодарили президента за поддержку, а также обратились с вопросами по благоустройству города и строительству социальных объектов. К примеру, просят благоустроить городской парк «Шахтер» и построить дом творчества для досуга и развития детей. Глава государства принял все предложения. Рабочая поездка президента в Павлодарской области продолжается. По плану президент посетит еще несколько промышленных и социальных объектов. На Замгулькум Испаева, Бахэтбек Нуртаев, Айдос Медельбеков, Хабар, Павлодарская область. Ознакомившись с ситуацией в Экибастузе, глава государства прибыл в Павлодар, где Акимобласти Асаин Байханов отчитался о социально-экономическом развитии и инвестиционной привлекательности региона. По его данным, за первое полугодие привлечено 344 миллиарда тенге, что на 30% выше показателей прошлого года. И сегодня же президент ознакомился с продукцией местных предприятий. Касым Жмартукаев посетил продовольственную выставку и побеседовал с предпринимателями. Это представители пищевой и перерабатывающей отрасли, сельского хозяйства, а также промышленных предприятий в сферах металлургии, машиностроения, строительной индустрии, нефтехимии и фармацевтики. Президент отметил, необходимо сделать большой рывок в развитии малого и среднего предпринимательства и проработать необходимые стимулы и преференции. С выше миллиарда тенге выделят Министерству экологии из резерва правительства на предотвращение лесных пожаров. Часть средств направят на ремонт техники, вышедшей из строя во время тушения крупного пожара в области Абай. Проект соответствующего постановления представили на публичное обсуждение. Сообщается, что из указанной суммы основную часть направят на обеспечение дополнительных часов налета авиационной охраны леса. И еще больше 260 миллионов тенге направят на приобретение горюче-смазочных материалов, а также ремонт пожарной техники и тракторов. Туристы ранее пропавшего в горах Алматы нашли мертвым спустя 4 дня. Об этом сообщили его друзья в социальных сетях. Речь идет о 39-летнем гражданине России. Напомню, 5 августа мужчина в одиночку отправился совершить восхождение по сложному маршруту, но так и не вернулся в назначенный срок. Сразу после пропажи начали спасательную операцию. На место происшествия прибыли сотрудники ДЧС, Республиканского оперативного спасательного отряда, службы спасения и волонтеры. Поисковые работы шли днем и ночью, однако завершились трагическим исходом. Спасатели МЧС напоминают, что совершать одиночные восхождения в горы и сходить с маршрута крайне опасно. Настоятельно рекомендуют соблюдать все меры безопасности, заранее предупредить близких о своем маршруте, одевать яркую одежду и иметь при себе необходимые средства для связи. Сегодня в горах Алматы при проведении поисково-спасательных работ обнаружено тело мужчины. Предварительно это турист, поиски которого проводятся четвертый день. Гражданин Российской Федерации 1984 года рождения убыл в горы утром 5 августа и пропал. Несмотря на сложность климатических условий в горах, особенности горного маршрута, камнепад и скальный рельеф, поисково-спасательные работы проводились круглосуточно. Личность обнаруженного погибшего устанавливается. На водоемах в Костанайской области за последние дни утонули трое человек. Два факта гибели людей, зарегистрированные в черте Костаная. Один мужчина окупался и погиб на так называемом диком пляже. Вторая трагедия произошла на базе отдыха. 52-летний житель ударился головой о катамаран и утонул. В обоих случаях погибшие были в состоянии алкогольного опьянения. А в районе Биембета-Майлина спасатели ищут пропавшего пенсионера-рыбака. Уже обследовано 12 километров береговой зоны по воде и 2500 квадратных метров дна озера. По словам очевидцев, лодка мужчина прокинулась и он исчез. У него не было спасательного жилета. Отмечу, с начала этого года на водоемах Костанайской области погибли 14 человек. Еще восьмерых удалось спасти. Точно место гибели рыбака неизвестно, что существенно затрудняет поисково-спасательные работы. При том, что примерная площадь водоема составляет 28 квадратных километров. К тому же нулевая видимость, мутная вода и листы дна влияют на скорость передвижения водолазов. На месте работает группа спасателей в составе 6 человек, 1 единица техники и 1 единица плавсредств. В Кокшитау приступили к очистке реки Кылшакты. Без должного ухода городская водная артерия заилилась, заросла камышом и источает неприятный серный запах. Городские власти чистят ее регулярно, но местные жители недовольны результатами работы чиновников. Им вторят и экоактивисты, которые не раз заявляли, что реке грозит катастрофа. Все подробности в нашем следующем материале. Кылшакты когда-то считалась украшением города, но год за годом дно реки поглощает ил, и она превращается в болото. Запах отвратительный. Не прогулять здесь, вечером не прогуляться ничего. Детям не нравится здесь. Эта зона очень симпатичная, но очень портит вот этот вид, ужасный вид. Вот эта вонь, вот эта тина, вот эта вся грязь. Во-первых, надо очищать, чтобы здесь рядом школа, дома строят, я не знаю, куда смотрят. Во-первых, надо и Акимат, во-первых, их работа экологи. В городском Акимате уверяют, чистка реки проводится регулярно, но для ее спасения нужны более серьезные меры. В прошлом году на удаление иловых отложений и благоустройство набережной из местного бюджета потратили 800 миллионов тенге. Очистили 800 метров, посадили деревья. Однако болотные растения выросли снова, а саженцы не прижились. Тысячку кубов мусора вывезли оттуда, с этой речки. Нанимали лодки, четыре лодки, вывезли тины. Это было вот порядка две недели назад. Это четвертая акция будет проводиться в это лето. По словам представителей местной власти, подрядчики сдадут объект на баланс Акимата только через три года. Высохшие саженцы они обязаны заменить. А за иленье Калшакты экологи связывают с коммунальными проблемами города. В первую очередь это талыми водами. Ил заносится с полей перед городом Акштау. И, соответственно, в городе отсутствует ливневая канализация. Все дождевые, талые воды напрямую текут в речку. В этом году очистили еще один километр речного дна. Потратили 635 миллионов тенге бюджетных денег. Но гарантировать результат работы специалисты не берутся. Между тем, горожане обеспокоены, что Калшакты настигнет экологическая катастрофа. И река окончательно превратится в отстойник сточных вод. Вероника Боярова, Абзал Болтабаев, Виктор Поляных, Хабар, Ахмолинская область. В Мангистаусской области 21 участок на побережье Каспийского моря был незаконно передан некоторым лицам. Сотрудники антикоррупционной службы провели анализ в серии земельных отношений. В итоге выяснилось, что эти территории предназначались для развития туризма. А их общая площадь составляет 43 гектара. К примеру, на одном из участков должны были построить дорогу в районе Шегест-3. Житель стал владеть ими благодаря постановлению Акимата Актау. Но впоследствии землю выставили на продажу в разы, завысив ее кадастровую стоимость. После вмешательства антикора специализированный межрайонный экономический суд признал действия властей незаконными, а участок вернули государству. В паркинге одного из столичных ЖК вновь горел автомобиль. По сообщению МЧС, огонь удалось потушить силами 63 спасателей и 16 единиц техники. Они спасли 5 человек, из них один ребенок. Кроме того, были эвакуированы 150 человек. Как отметили ведомства, жертв пострадавших нет. Причины возгорания выясняют. В Петропавловске в преддверии нового учебного года закрыли начальную школу номер 19. Ее признали аварийной. Образовательное учреждение находится в микрорайоне Кирпичный. Там получали знания 44 ребенка, работали 7 педагогов и техперсонал. Здание 1959 года постройки. На протяжении многих лет там проводили только текущий ремонт. Помещение обвешали. Согласно технической экспертизе, учиться там теперь небезопасно, поэтому детей решили перевезти в другие школы. Учителям предложили вакантные места. Родителям был предложен вариант обучения в ближайших школах. Это школа номер 4 и школа номер 23. До этих школ организован бесплатный подвоз учащихся. Кроме этого, родители могут выбрать другие школы обучения. Мы готовы также детей рассмотреть эти вопросы и устроить детей в те школы, которые пожелают родители. В Кустанайской области в 43 школах слабый интернет. Там скорость доступна к всемирной паутине, едва достигает 4 мегабит в секунду. Такие данные озвучили в региональном департаменте по обеспечению качества в сфере образования. Представители ведомства провели анализ и выяснили, что лишь треть школ области оснащена скоростным интернетом от 10 мегабит в секунду. Хуже всего дела обстоят в Чеховской школе Сарыкольского района и Америкенской Наурзумского. Скорость интернета в них ниже 1 мегабита в секунду. Специалисты также проверили материально-техническую базу общеобразовательных учреждений. В 101 школе в области доля нефункционирующих интерактивных досок составляет более 50%. Неоснащены кабинетами химии 38% школ, физики 50% и биологии 49%. Также выявлена потребность школ в кабинетах художественного труда и их оснащение, что сдерживает реализацию школами в полном объеме программного материала, а следовательно и государственных общеобязательных стандартов образования. В 26 школах с контингентом соответствующих нормативу в сети нет спортивных залов. Челлендж в честь дня рождения Абая запустил известный на весь мир казахстанский певец Димаш Кудыберген. Об этом он заявил на своей странице в соцсети. Для участия нужно прочитать отрывок из любого произведения великого мыслителя и поэта и выложить видео с хэштегом Абай Челлендж. Напомню, День Абая в Казахстане отмечают 10 августа. В этом году со дня рождения великого поэта и мыслителя исполняется 178 лет. Сам Димаш прочитал стихотворение Абая «Гылым таппай мактанба». Косуля и лось попали в объектив лесной камеры в резервате Ярты Сурманы в Павлодарской области. Лесные камеры используют не только для наблюдения за животными. Прибор может помочь выследить браконьеров. В связи с жарой усилены биотехнические меры. Охотоведы ежедневно очищают больше 50 искусственных водопоев в заповедной зоне. Идет заготовка корма. Все новости доступны на нашем мультимедийном портале хабар.кз, а также на страничках социальных сетей Facebook и Instagram. На этом у меня все. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok